По нашим наблюдениям, потому что врачи, у многих беременных женщин в последнее время отмечается замирание плода. Ну, во-первых, как вы понимаете, несколько причин для этого. Причин ужасны, и к этому причастны высокопоставленные чиновники в том числе. Россия является основным павщиком в мире human beta-alpha-протеина. Кто-то слышал об этом? Объясняю. Human beta-alpha-протеин. Это особый белок протеина. Протеин – это белок, который получаются вытяжки из спинного головного мозга где-то 6-5-месячного зародыша, ну, уже ребенка. Очень многие женщины заставляют делать прерывание беременности на этой сроке 5-6 месяцев. Объявляем, что плодом урод и т.д. и т.п. 90% случаев, когда женщина неслепо верит врачам, оказывается, что это ложь. Ребенок совершенно нормальный. А вот теперь скажите женщину, если вы проносили 6 месяцев плод, будете ли вы делать добровольно прерывание беременности? Не думаю. Только за исключением редких случаев, когда у женщин слабые почки, угроза отказа почек или постоянной здоровью. Это редчайший случай. Почему врачи это делают? И не один врач, заметьте. А потому что... У меня данные были по 1994-1995 год, может, сейчас еще дороже. На рынке, на бирже, 1 грамм human alpha-protein стоит 8-10 миллионов долларов за грамм. 8-10 миллионов долларов за грамм. Опять-таки, недавно 1994-1995 год Россия в США поставляла 4,6 паунда, то есть 2-3 килограмма human beta-protein в год. 2-3 килограмма. Представьте, сколько детей... Вот 6-месячный ребенок, это уже... Это не... Любой аборт это преступление. Но 6-месячный ребенок это уже, в принципе, ребенок полностью, в смысле слова этого. Сколько таких детей должно быть убито? Это только в Америку 2-3 килограмма, а в других странах тоже, и внутри страны. Сколько убивается детей, и сколько врачей должны быть вовлечены в эту операцию? Это не один, не один, не два, не десять. Понимаете, да? Сотни, если не тысячи врачей. Задача, которая должна быть наоборот. Взять то, все, чтобы, так сказать, дети дошли до срока и родились вовремя здоровыми. Если учесть, насколько помню, 1,9 миллионов абортов в России, да? То вот таким образом более миллиона человек убиваются, детей, уже людей. Чтобы заработать на этом миллиарды. Вот так. Чем воздействием? Воздействие через телевидение идет, через спутники. А вот это воздействие на плод, которое вызывает у плода, так сказать, сбой и у женщины. Почему может прерывание беременности быть? Несколько причин, если на то пошло. В одном причине виноваты врачи, в втором причине виноваты те же самые врачи, в третьем причине виноваты те, кто воздействует. Потому что женщины принимают очень много препаратов противозачаточных. Ну, это вы в курсе, да? Представляете, чего? Ну, так сказать, здесь детей малых нет. Думаю, все уже взрослые достаточно. Что такое противозачаточные препараты? Это мужские гормоны. Причина в том, что развитие беременности идет, когда, допустим, вот мужские гормоны, да, постоянные должны быть. И женские гормоны, вот нормальные соотношения, условные, скажем так, и они в зависимости от цикла плавают туда-сюда, туда-сюда. И в результате чего в определенной точке становится возможность зачатия. Так вот, что берут, поднимают женские и мужские гормоны так, что флуктурация женских гормонов никому не позволяет выйти в системе на уровень, когда беременность возможна. И все счастливы, да, беременности нет и так далее. Но это приводит к тому, что нарушается гормоновая система, которую медицина лечить не умеет и не может. Гробить она умеет. А теперь следующее происходит. Когда все-таки женщина решает завести ребенка, естественно, она перестает применять противозачаточные. Но последствия долговременного принятия, а сейчас с 14, а то есть с 10 лет уже принимают, знаете, да, противозачаточные. Это учат в школах очень хорошо. Зато, кажется, информации о России, о прошлом великом нашей стране, другие предметы не изучаются. Но это изучают очень хорошо. Так вот, накапливается столько нарушений, что даже после прекращения принимания гормонов, ну, то есть противозачных средств, многие женщины так и всегда остаются стерильными, потому что уже нарушены всегда. Потому что если они имели проблему изначально, нарушение, плюс это, все. Но если-таки не до конца угробили противозачи таблетками и препаратами, то получается следующее. После того, как беременность случилась, дальше идет, продолжается рост гормонов женских. Что такое гормоны? Те же самые протеины, белки, которые являются катализаторами процесса. То есть они ускоряют процессы деления клеток плода, позволяют плоду быстро развиваться и так далее, и так далее. И если по этапу развития плода, когда там, если кто-то последнее обращение человек читал, я там расписывал по этапу, как сущность входит и выходит, то каждому уровню новому, когда происходит некоторое замирание, действительно, когда одна сущность вышла, другая еще не вошла, это фиксируется выбросами и так далее, это не я данные собирал, это медицинские данные, так что не притянуты за уши. То для того, чтобы более высокий уровень сущности могла войти и, как говорится, симпатически работать, то есть помогать эволюционно поднимать биомассу, если уровень гормонов не поднимется на следующий уровень необходимый, то этого не произойдет. Так вот, после беременности уровень гормонов женский тоже растет. И вот если он должен расти до этого уровня, а если он может расти только до этого, то при всем желании плод нормально развиться не сможет. И на определенном этапе возникнет так называемое замирание. Это с одной стороны. А с другой стороны, еще действие идет очень мощное. Через телевидение, через спутники, которые облучают и так далее. Многие спутники, вы знаете, падали наши, да, и не только наши. Потому что на них уничтожались те аппаратуры, те оборудования, которые влияло и на многие вещи. Но их, так сказать, не все можно убрать, когда известно, что уничтожаются и следующие варианты. Но в любом случае, через телевидение идет очень сильное воздействие. Да просто установок столько, уничтожается одно, а не делать 10 новых. На тех же предприятиях, в Дерибаске, делают приборы инфразвукового воздействия. Знаете, да? В курсе об этом кто-то? Нет? Ну вот. И наша славная полиция, теперь называемая, имеет подобные установки, которые, так сказать, не убивают, потому что убивают, потому что пленную мощность, а просто воздействие на топы, вызывая у них кровотечение, головную боль, утомление, слабость и так далее. И таким образом, направляя такое воздействие инфразвуковое на топы, идет борьба, так сказать, с террористами. Понимаете, да? То есть, понимаете, незнание чего-то, это не значит, что оно не существует. А то же самое Дерибаска имела такую дурость, открыто об этом говорить, есть записи об этом. Потому что это не слухи, а факты. А когда вы увидите где-то в таких массовых сборищах, стоят такие машины, крытые, и наверху там такие антенны есть некоторые, то вот большая вероятность, что именно в такой машине установлено оборудование воздействия на толпу. При этом они могут сделать все, что угодно. Если не блокировалось бы это действие, то оранжевые революции бы уже случились бы. Потому что в этих же самих машинах могут вызывать человека ярость, агрессию. Вот когда люди собираются пристательнее направить воздействие, вызывающие агрессию, люди будут как сумасшедшие кидаться, делать то, что бы они в нормальной состоянии не делали. Это было бы очень на руку многим, понимаете, кому. Поэтому такие вещи блокируются, но они и присутствуют. И блокируются тогда, может, тогда, когда известно о том, что такое что-то планируется. Само по себе ничего не блокируется. Следующий вопрос. Запугал вас сильно, да? Может, сейчас следующий вопрос не будет такой страшный. Помните в детстве? Я помню, у нас в детстве были страшилки про гроб на кресиках. Был в детстве у вас код? Вот, выкац. Или при черной перчатке приближаются. И мы все рассыпнули. Помните, да? Вечером, когда темнота, перед подъездом собирались, вот начинали пугать друг друга. Ну, мы вводим третий вопрос. Может, не такой будет пугающий. Ни черной перчатки, или ни гроб на кресиках. Мы. Мы.